Мусульмане являются братьями друг к другу, братьями и сестрами. И это не имеет никакого значения, какой они национальности. Конечно, мусульмане, армяне, наши братья, иншалла. Которого оплевали в Италии. Украинский блогер ему несколько раз плюнул в лицо. Я забыл его фамилию. Вот этот чувак. Олицетворение пропагандиста какого-то зла. Ничего хорошего. Бывают люди, про которых ты не можешь ничего сказать прям хорошего. Вот это приблизительно эти самые люди. У него нет никаких наград. Он похвастаться этим не может. Он получил награды только от России в виде крестов за уничтожение нашего народа. Томса, брат, хочу задать вопрос. Среди армян есть мусульмане-суниты. Они являются братьями для других мусульман-сунитов. Лично одного парня знаю. Он мусульманин и очень любит Армению и патриот. Мусульмане являются братьями друг к другу. Братьями и сестрами. И это не имеет никакого значения, какой они национальности. Конечно, мусульмане, армяне, наши братья, иншалла. Томса, почему ты поддерживаешь появление Алисгестана и не поддерживаешь самоопределение Южной Осетии и Абхазии? Почему у тебя двойные стандарты? Потому что Южная Осетия такого региона вообще не существует. Это Грузия. Это исконно грузинская земля, на которой жили и грузины, и осетины вместе. Поэтому нет никакой Южной Осетии. При этом и осетины, и грузины являются неотъемлемой частью Кавказа. И у нас у всех, хотим мы того или нет, общее будущее и прошлое. Никуда мы от этого не денемся. И мы, как только от нас уйдет Россия, мы решим эти вопросы, разногласия, которые есть между нами. И все у нас будет, иншалла, хорошо. Я в этом убежден. Все проблемы, которые у нас есть сегодня на Кавказе, эти проблемы только лишь из-за России. И они выгодны только лишь России. Не будет вот этого выгодополучателя, не будет и проблем. Мы эти все вопросы решим. И с Абхазией решим, и с Цхинвальским регионом решим. Все эти вопросы будут решены. И не надо проводить между Абхазией и Цхинвальем параллели. Это все-таки немного разные вопросы. Так как Абхазия, она изначально была как в статусе республики, автономии. Там действительно живут, на части сегодняшней Абхазии живут коренные народы, которые всегда там жили. Это адыгские племена. Поэтому это совершенно другой вопрос, в отличие от Цхинвальской темы. И тем более, никакая параллель с Лизгистаном тут не может проходить. Так как Кавказ это Кавказ. Это не Азербайджан и не Армения. Это Кавказ. Лизгины это кавказцы. И от того, что сегодня часть Кавказа оказалась в границах какого-то нового появившегося государства на политической карте мира, от этого Лизгины не перестали быть коренными жителями своей земли. И от этого эта земля не перестала быть Кавказом. Понимаете? Завтра, через 100 лет, через 500 лет, может не будет уже никакого Азербайджана, России. Может будут вообще какие-то другие государства. Но Кавказ будет. Никуда он не денется. И Лизгины будут. И все другие кавказские народы будут. И они все равно останутся коренными на Кавказе. И через 500, и через 1000 лет. Это не изменится. А государств может уже не будет. Никаких там, ни Армении, ни Ирана, ни Соединенных Штатов. Может уже не будет. Может будут совершенно другие государства. И они тоже, возможно, будут владеть какой-то частью Кавказа. Но от этого они не станут коренными. И эта часть Кавказа не станет этим ново появившимся государством. Понимаете? И Кавказы, конечно, всегда будут стремиться к своей свободе. И это нормально. И мы будем всегда поддерживать это стремление. У Кадырова есть хоть одна медаль или награда, кроме тех, что ему дала Россия за убийство собственного народа? Может, есть награда Ичкерии или он только чеченцев? Нет. Тоже парадокс. Человек, который рассказывает о своих каких-то там заслугах, что он был каким-то приятельным чуваком во времена Ичкерии. Нет. У него нет никаких наград. Он похвастаться этим не может. Он получил награды только от России в виде крестов за уничтожение нашего народа. Томсо видел диспут Курбана с Сунитом. Как думаешь, стоит ли с такими, как он дискутировать? Может, выйдешь с ним сам на диспут? Нет. Эти религиозные диспуты мне не интересны. Это пусть религиозные деятели подобными вещами занимаются. Посмотреть, может, было бы интересно, но заниматься этим мне не интересно. У нас тут политика. Мы занимаемся политическими диспутами. Томсо самый знаменитый кавказский блогер. Как ты относишься к Владимиру Соловьёву? Ну, наверное, как вот этот певец Гребенщиков, как он про него спел, вы, наверное, знаете. Я не буду это приводить. Вот у меня ровно такое же отношение к нему. Мне кажется, он его очень правильно охарактеризовал вот этим вечерним... Ну, вы знаете, в общем, как он его охарактеризовал. Вот такое вот у меня к нему отношение. Что он, что этот... Киселёв, да, его фамилия? Подождите-ка. Да, Киселёв, Соловьёв, Скобеева и её мужа Попов, по-моему, да, его фамилия. Потом есть ещё один, которого оплевали в Италии. Украинский блогер ему несколько раз плюнул в лицо. Я забыл его фамилию. Вот этот чувак... Ну, ещё, может быть, там есть несколько, я сейчас их не вспомню. Это вот прям какие-то... Ну, олицетворение вот прям пропагандиста какого-то зла. Ничего хорошего... Вот бывают люди, про которых ты не можешь ничего сказать прям хорошего. Вот это приблизительно эти самые люди. Тумсо. Музыка в исламе запрещена, но смотришь передачи, фильмы про арабские народы, там везде музыка и танцы живота. Неужто они не знают про запретных? У нас, знаешь, у чеченцев есть такая поговорка. Делай то, что говорит мула, а не то, что делает мула. Вот это примерно такая ситуация. Ты не смотри на то, что делают арабы или другие народы. Ты смотри на то, что ислам тебе говорит, как надо жить, а не на то, как живут. Тогда всё будет правильно. Что бы Кадыров ни делал, в истории он останется предателем, и если потом будут споры между правителем и героем, доказательства его предательства возьмут вверх. Ютуб, как говорится, всё помнит, вон так старается. Субтитры создавал DimaTorzok